доброе утро дорогие друзья доброе утро из австралии само по себе это звучит неплохо и так вернемся вернемся к тем страшными страшно неудобным фактом из истории которым мы обращались до этого или скажем так мы обращались с другим фактом история это то чего порою стоит стесняться людям державам и история особенно в тех их тех ее очень нехороших проявлениях это неудобная вещь они стараются не говорят но помнить об этом надо всегда потому что можно попасть в историю можно повторить уроки и в основном стать ее жертвой впрочем героями таких историй тоже наверно становиться не стоит итак первая швейцария мы знаем швейцария великая страна но швейцария имеет свои грехи и грешки и один из таких грехов это то что было до и во время да в общем то и после второй мировой войны мы знаем что швейцария была нейтральная мы знаем что швейцария помогала нацистскому режиму и в общем то вооружала его финансировала мы знаем и на это нам указывают как на скрытые факты что швейцария фактически присвоила вклады жертв тех жертв второй мировой войны которые оставили свои деньги швейцарии но далее далее все умалчивается не обсуждается кто были те люди которые вложили деньги и золото в швейцарские банки это были граждане германии хочу напомнить что веймарская республика которая была между первой и второй мировой войной и режимом нацистским режимом гитлера страшного милитариста страшного в общем то человека ненавистника это была демократическая страна но эта страна которая позволила прийти к власти совершенно демократическим путем человеку которого считают и может быть по праву одним из самых страшных людей в истории мира так вот люди которые вывозили деньги из веймарской республики из республики которая довела свою страну до обнищания каннибализма отчаяния гиперинфляции многих других грехов эти люди можно считать этих людей пособниками гитлера именно их деятельность их анти немецкое поведение привод тому что эти эта власть пришла к власти извините за тавтологию и именно эти люди которые украли немецкого народа это золото эти деньги эти люди были использованы гиббельсовской гитлеровской пропагандой для того чтобы привести режим нацистов к власти эти люди не считали себя немцами хотя они были граждане германской граждане германии веймарской республики и были они правы да они делали все по закону они имели право вытаскивать из страны золото финансы имели право ставить свою страну на колени на грань вымирания приводить ее к каннибализму но они не мира не имели морального права этого делать и они действовали заодно швейцарскими банками у которых тоже не было никакого понятия о том что к чему это может привести в дальнейшем я оставляю за вами право разобраться кто воровал золото то поставил германию на грань катастрофы и почему это должно быть уроком и для этих людей или всех других для всех нас что такое коллективная ответственность и когда порой моральные законы не всегда следует законам юридическим южная корея сейчас мы знаем что северно корейский режим режим угрожает австралии угрожает западу угрожает южной кореи угрожает японии и мы над ним смеемся мы считаем его человека ненавистничек мы знаем что война на корейском полуострове началась в общем-то сторожение северокорейских порт коммунистических даже западная пресса о чем кстати вы наверняка не знаете не слышали именно западная пресса рассказывает что еще в сорок восьмом году из-за бесчеловечной политики южнокорейского руководства не коммунистического это было южное корейское руководство под патронажем соединенных штатов уничтожило на острове жжу десятки тысяч людей безоружных граждан которые просто возмущались какими-то были недовольны каким-то жизненной ситуации политикой и так далее они вообще не имели никакого отношения ни к коммунизму ни к северной кореи десятки тысяч человек были уничтожены там был геноцид против собственного народа и это было одной из причин почему северная корея вторглась южнокорею они собирались защищать корейцев корейцев которых южнокорейский режим уничтожал десятками тысяч на что произошло сразу после этого было еще страшнее до миллиона человек было уничтожено которых считали южнокорейские власти хоть как-то пятой колонной которые могли способствовать продвижению северокорейских войск это не были повстанцы это были люди которые имели коммунистические социалистические даже демократические идеи и где был тут запад что делал запад запад молчал именно поэтому северокорейские армии так быстро фактически захватили всю южную корею потому что такое происходит только в том случае когда народ не поддерживает свою власть запомните оккупация быстрая и эффективная возможно только когда вы оккупируете страну где население не хочет свои собственная власть иначе у вас это не получится даже с маленьким народом и это вот вам урок насчет демократии свободы свободы слова отношения между ирландией и англией недавно посмотрел очень интересный ролик как в битве за англию англичанин сбил тараном немца оба упали стреляли друг друга и когда английский пилот вел военнопленного их захватили ирландцы и сохранили в принципе обоим жизнь интернировали до кончания войны ирландия была нейтральной это был вооруженный нейтралитет и поддержка англии было меньше чем поддержка даже германии по крайней мере на официальном уровне однако однако почему это произошло может быть вы не знаете но англия которая боролась рабством до 17 века она поддерживала рабство она наводнила северную америку да в общем-то и южную америка рабами что вы не знаете миллионы этих рабов были ирландцы женщин продавали проститутки это вот эти самые проститутки которые в общем-то попали и в австралию тоже получи бордель это были не только англичанки это были просто ирландские женщины была депопуляция был геноцид ирландского народа вот почему ирландцы в 21 году подняли восстание независимости добились и не хотели воевать на стороне англии хотя в общем-то говорили практически на одном и том же языке очень тяжелое наследие этот вот нейтралитет второй мировой войне это скрытый факт истории но еще более скрытый белое рабство ирландского народа когда миллионы миллионы чем-то представители очень маленького народа европейского народа если хотите белого народа была угнана англичанами в рабство и англия грешна не только это руководить нашей страной австралии британской королевы по крайней мере так юридически звучит англия виновна в том что она убила лучших царей россии это был петр третий который был царь реформатор над которым все издевались которого считали за дурачка потому что это была пропаганда англичан и пропаганда екатерины второй великой екатерины екатерина была очень неплохая императрица петр третий это был человек который очень далеко глядел в будущее он собирался отменять крепостное право он собирался вести обязательно офицерскую государственную службу для дворян человек который очень далеко смотрел но был в общем-то врагом англии потому что англия хотела для россии она всегда этого хотела и сейчас она хочет для любой россии не только путинской положить поставить эту страну на колени ничего страшного эта политика эта борьба империи но когда русские люди так опрометчиво именно русские этнически русские я не говорю там путинские не путинские на русские люди так с под любо страстьем относятся к англии и тем кто в общем-то наследует британскому величию это и сша и не только сша я хотел бы чтобы они всегда об этом помнили помнили о том как во второй мировой войне ведь уинстон черчилль хотел чтобы и гитлер и русские они стали уничтожили друг друга ему просто не хотелось видеть не германский не русский народ великими а уж какую социальную политическую идею несут эти нации эти режимы ему было в общем-то по барабан англия всегда есть англия и германия и россия всегда были россии канада мы знаем что канада и австралия я бы сказал новая изландия до скотки новой изландии вообще прекрасная страна жаль что не так хорошо мне жить как в австралии и в канаде экономически работали и так далее холодновато но вынесу за скобки пока у этой страны репутация не запятна но узнаем канада и австралия это рай это очень успешные страны гораздо привлекательнее чем допустим соединенные штаты и мы знаем что наши блогеры всегда выступали в поддержку иммиграции в австралию и для этого есть порой шкурные интересы порою просто интересно чтобы быть властителем дум тех людей которые сюда едут и будем говорить об австралии по крайней мере сейчас не будем но канада это северная австралия а как же объяснить тогда то канада является единственным производителем и поставщиком на экспорт асбеста асбест это канцероген маленькие волокна асбеста проникая везде но главном случае в легкие они вызывают появление килоидной ткани шрама они легко внедряются в ткани и в этой ткани образуются участки которые в общем-то несут смерть то есть канцерогены асбест вызывает страшную смерть это когда вы выблевываете свои легкие и в конце концов вы еще и умираете в страшных мучениях и здесь вам никакие обезболивающие не помогут легче в этом случае просто совершить автаназию ни одна страна в мире цивилизованных не продает асбест за рубеж и не используют канада не используют асбест запрещено как и в австралии но продавать странам третьего мира где использование асбеста еще возможно в том числе и когда эти интересы канадской промышленности пролоббированы вот здесь канада дает возможность своей совести молчать вы любите западный мир я его люблю в отличие от многих из вас я живу в нем я поддерживаю я даже буду на него воевать даже если надо против россии но еще к тому же вы должны знать эти факты еще одна страна очень близкая к нам израиль в этой стране наверно 20 25 процентов поселения это наши граждане бывшие русскоговорящие это русскоговорящие евреи которые эмигрировали из стран бывшего советского союза кстати не только страна которая считается единственной демократической и гуманной страной среди этого дикого арабского мира по крайней мере это нам всегда внушают но то что произошло за 22 дня оккупации газы когда фактически армия получила карт-бланш расстреливать мирных жителей палестинцев запомните хамас это насмешка над сопротивлением ну честно говорю насмешка по сравнению с какой-нибудь хизбуллай ливанской они не представляют никакой серьезной угрозы хамас был создан израилем противовес движению ясера арафата которые сейчас на восточном или западном берегу и адана находится но хамас видимо переродился и начал все-таки защищать интересы палестинского народа но все таки с них воины достаточно слабенькие как в общем-то и со всех палестинцев а когда тебя выгоняют из собственного дома ты становишься любом даже если все равно ты остаешься кошкой так вот израильская армия получая эскадроны смерти фактически то есть часть израильской армии вторглась наиболее боеспособна и получила карт-бланш на уничтожение мирных жителей никто из израильских солдат никогда не понес ответственность за очень большие жертвы среди мирного населения когда боевиков то собственно говоря не было убивали женщин и детей убивали часто за баллы ради убивали убивали эскадроны смерти человек который создавал эскадроны смерти этот человек сейчас является одним из самых богатых людей австралии это человек который возглавляет по всей видимости внешнюю политику или по крайней мере институт внешней политики австралии человек который имеет самое большое влияние на политиков или борисских и либеральной коалиции этот человек впрочем имя его вы найдете сами потому что вы не видите за моей спиной красивого экрана где я бы показывал все эти события вы не видите наверное хорошей постановочной речи я следую принципу что самый лучший источник информации так книга если это видео то оно должно быть не такое красочно должно быть информативно и вы должны быть информированный человек вы должны сами очень многие факты находить я могу даже выразить это может быть стихами но запомните одну вещь еще алексей михалыч жемчужников говорил или по крайней мере очень близко к этому говорил но как не старайся не вызвать стихами не дум в идиоты доблести так вот чтобы вы не росли идиотами и хамами необходимо очень много учиться очень много знать к знающий человек может себя защитить себя свой народ свою страну свою семью свое общество и светлое будущее для этого мира если вам нравятся такие ролики если вы хотите продолжение вот таких вот в общем-то нелицеприятных историй о многих странах и народа пишите комментируйте ставьте лайки спрашивайте давайте вместе находить эти факты и это сделает нас очень умными людьми или по крайней мере поставит нас на сей истинный путь большое спасибо